Здесь плотается И плотается в быстротеме И еще вот здесь пальцы в быстротем плотается Друзья, приветствую всех Добро пожаловать на мой канал Сегодня у нас в выпуске будет Эскалатор-погрузчик Амацу Вы его уже знаете Это уже третья серия по нему В этой серии будем менять втулки и пальцы На ковшевой механизм Здесь, здесь, здесь и здесь И еще будем восстанавливать быстросем Потому что здесь у нас все разбито Вот видите, здесь какой износ И еще вот здесь Видно износ, да? Будем все это дело пытаться восстанавливать Сейчас показываю, какой люфт тут Хорошо видно? Бортолет на 9 мая готовится, наверное, к параду Вот смотрите, какой люфт И запомните это Посмотрим после того, как все я поменяю Все пальцы втулки Что нам для этого надо? Нам нужны сами пальцы, конечно И втулки Втулки еще не все Сегодня привезут Будем менять Я номера все вам покажу Сварочный аппарат Чтобы обваривать втулки Старые выбивать И полый домкрат Для того, чтобы запрессовать новые втулки Ну и естественно Две кувалды Желательно Дальше, что еще необходимо Для работы Я вам покажу в процессе видео Будете себе покупать Быстросемный эскуатор-погрузчик Не покупайте вот такое, друзья Которое, надо его вкручивать Вот таким болтом То есть довольно неудобно С ним работать То есть в любом случае Цель этого узла Даже в названии Быстросем Быстросем Быстро снять От того, что здесь палец стоит Который вы его всегда будете крутить Туда, обратно Зимой еще тут этот грунт попадет Замерзнет Еле-еле крутить будете Лучше берите такой быстросем Монтировочкой Раз Освободили Палец То есть пружина Здесь пружина Освободили Здесь все И так же С кабины можете зацепить Другой палец Не выходя То есть вы ее зацепили Не надо крутить каждый раз То есть Один раз вы хотите Откручивать все это дело Потом второй раз Закручивать Таким же образом Можно пальцы выбивать То есть Я бы сказал Что данный быстросем Не очень удобный В работе Ну естественно Если у вас там оператор То как бы он на зарплате Вам бездравится Какой там крутить Либо монтировка снимать А если вы берете для себя То он не очень удобный Не очень То есть надо постоянно Крутить вот этот болт Ну выбирать всегда Только вам Палец у нас стоит Тут 45 44 и 43 Вот Ну то есть С износом Вот 45 В таком направлении Здесь тоже 45 Люфтит он вот так Понятно Да Буду думать Что можно сделать Данный ковш Он Очень уставший Он гнутый Он Вот так Он стоит на грунт И этот Зуб поднятый То есть Он Перекошенный Данный ковш То есть Это перекошенный То есть Он Вообще Его восстанавливать Например Посадочное место Здесь Бессмысленно Потому что Сам ковш Уже Видавший Он порванный Вот был То есть Ну Бессмысленно Его восстанавливать Буду принимать Какое-то решение Именно временное Чтобы так Не болталось Посмотрим Что можно сделать Также На быстросеме Здесь у нас Разбито Посадочное место Под палец И здесь Посадочное место Видим Как разбито Под палец То есть У нас на быстросеме Вот видите Как здесь Начинается Именно с завода Вот здесь И должен идти Вот ровно Сюда А здесь у нас Вот Разбито С этой стороны И вот так Если Нет Камера Не покажет То есть Разби тоже Даже этот Выпирает Вот здесь Губа И с этой стороны Аналогично Все Тоже разбито Тоже надо Наварить И восстановить Его И естественно Разбито И здесь Посадочное место Посмотрим Что можно будет делать Это у нас Топор Такой вот был Патентованная Разработка Камацу Топор 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 Еще похолодит И смотрите у нас посадочное место под втулку разбито. У нас втулка болтается. Как вам показать? Видно навес как втулка болтается? Это втулка от Камацу, который только что вытащил. Это соединение ковша и рукой эскаватор погрузчика. Эта втулка стоит в этом же месте на эскаваторе погрузчика, не в Холланд кейс. Как говорится почувствую разницу. Теперь я буду вам отвечать вот этим сравнением на один из ваших вопросов. Почему я выбрал именно не Холланд? Да потому что вот смотрите сравнение втулок. Понятно когда стоит такая втулка, посадочное место намного сложнее разбить, чем когда вот стоит такая втулка. Вот вам и ответ на вопрос, почему я выбрал не Холланд. Все просто. Все в качестве, в удобстве обслуживания и в стоимость запчастей. Мерим толщину стенки втулка на не Холланд. Вот пожалуйста. 7,78 мм. Втулка, повторяю, она не новая. Втулка уже бушная, который ее уже заменил. Вот. Мерим толщина стенок на втулке Камацу. 2,40 мм, друзья. 3,26 мм. То есть износ у нее естественно разный. 2,40 мм. Тут чуть больше. Вот. Так скажем 2,3 мм. Это самое вот тонкое место. Дальше. 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 Это личное, да? Или ремонт? Ремонт. Ага. Техника это всегда рентовалки. Такого петушка мы брали где-то 12 тысяч смен. Я прошлый месяц свой продал. Да? Нормально же деньги капать, нет? Или геморроя много, да? Да, да. Старый у тебя был просто. Ну вот когда вы работали с ними? Ну, петушки. Но у меня этот, я обычно заказывал, короче. В прошлом году как раз, да. По лету 8. С прошлого года до сих пор очень много все поменялось. А что, в принципе, ценники такие? Где такие же? Клинс, Волочнокорство. На эскаватор? Да. А, на эскаватор. А вот на масло? А, три раза дороже. На расходнике ты имеешь? Да. Там только одно масло стоит 70 тысяч. Вот здесь поменять. Нет, я арендовал, они приезжали сами. Смазывали, все делали. Даже заправляли сами. Это понятно. В 8 часов, вот смена 12 тысяч просто оплачиваешь. Вот я так же работал. Меня тоже заказывали, работали. И сейчас уже не выгодно, поэтому продал. 12 тысяч это уже копейки. Вот я какой был? Нью-Холланд. За сколько ты его отдал? Секрет. Да нет, я просто, я честно. Я думаю, может купить тоже. Я, если брал бы эту, себе он брал бы. А не получше. Чем? Ну не знаю, блядь, понадежнее я так, насколько я понимаю. Нет. Нет? Нет. Друзья, я немножко ошибся. Сфарка для того, чтобы выбивать втулки уже не нужно, потому что это, это не втулки. Я не знаю, что это такое. Какая-то фольга, что ли, поставлена здесь. Здесь, ну, никакая спарка не нужна. Они вот все втулки с прорезью амортизируют, то есть их выбивать на раз-два. Так что, спарка не нужна, прошу прощения. Убираем спарку в сторону. Сейчас буду вам показывать, как выпрессовать вот эту втулку на месте. То есть у нас цилиндр, здесь же бить нельзя. То есть спарка полят на аварии. Но бить сюда кувалдой нельзя. Поэтому покажу вам, как правильно сейчас эту втулку менять. Вот так вот. Все Вот втулка Наша Очень просто Грамотно С помощью полого домкрата Вы можете себе поменять втулки Без проблем По этому номеру Который вы видите у меня на видео Можете позвонить Максиму И вам можно продать такой комплект Как и мне Все Ползуйтесь на здоровье друзья Облегчивайте ваш труд Вот его Смазываю Вот так Втулку тоже смазываем Потихонечку Потихонечку заходит Данный ковш Он у нас временно И вот эти пальцы Два у нас они не съемные Так как у нас есть быстросем И быстросем Захватывает ковш Без того чтобы снимать пальцы Решение принято Самое простое Снимем палец Снимем палец Наварю Снутри Вот здесь В посадочное место Пару швов Здесь Здесь Засуну палец Забью То есть обратно Плотно И потом еще наварю Палец Здесь То есть у нас пальцы Уже не будут съемными Ну потом можно будет Конечно шов обрезать И выбить их Ну сделаем так То есть малой кровью Обойдется Сделаем так Чтобы у нас пальцы В самом ковше Не болтались Как то вот так Все просто И недорого Вот друзья Ковш у нас готов Здесь болтанку Убрал Ни один палец Ничего не болтается Взял Наварил Здесь внутри Здесь внутри Наварил Булгаркой Шкворень Камазовский Забил сюда плотно И еще Его наварил Здесь И здесь Так как нам Эти пальцы Снимать не надо Еще раз повторяюсь Быстросем Их цепляет То есть вы можете Так же жестко Их сюда Как я и сделал Внутри Сюда наваривать Изначально С паркой Потом плотно Забивайте палец И наваривайте Его вот так И у вас Это будет ходить Вечно Так скажем То есть ковш У вас разломается Но у вас Пальцы эти Будут Не болтаться Если даже Если надо Заменить Булгаркой Вот этот шов Вырезаете И палец Выбиваете Так же Здесь Палец Заменил Нижний Вот этот Так же Заварил Заварил Внутри 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 Сначала Варил Видели Сами Как Кувалда Я его Забивал То есть Ковш У нас Восстановленный Горячий Пальцы Еще Горячий То есть Естественно Ничего У нас Не болтается Вообще Вообще Никакой болтанки И Заменил Эти пальцы Потому что Видимо Они еще Оригинальные И когда Я их Снял Я увидел Что они С износом Большим Не знаю Будет видно На камеру Вот смотрите Какой износ Вот Не знаю Видно По линейке Видно Наверное Что износ Большой Именно Где Садится Сам Бостросем То Износ У нас Большой Скажем Так По кругу Там Пару Миллиметров Миллиметра Три И Это Тоже С износом Большой Так Раз Сейчас Видно Износ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Баком создается, надо открутить верхний шланг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только нагрели, и все. А дым идет от него, потому что здесь герметики есть специальные. Сейчас я вам покажу его. Вот видите, вот здесь, вот здесь такой коричневый, вот это клей резьбовой специальный. Чтобы открутить этот гайк, вот эту большую, всегда надо греть, иначе не откройте. Практически на любой эскалатор, на любой цилиндр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь, и здесь. С разрезы на 180 градусов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, друзья, перебрали мы данный цилиндр, цилиндр ковшевой на Камацу 97С 2011 года выпуска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перебрали мы его полностью, все мажеты, все колечки, все уплотнели, поменяли. Сейчас будем собирать здесь, быстросем будем устанавливать, весь механизм ковшевой, сам ковш будем зацеплять. Как-то вот так. Вот номер в турке, друзья. Заказывал их в традиции АК. Вот у нас сюда подходят. В турке, так скажем, очень тоненькие, очень слабые. На других эскалатор-погрузчиках здесь в турке стоят мощнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, друзья, пальцы, втулки мы как швы, на рукой, здесь все поменяли. Где надо, как могли, посадочное место восстановили, потому что здесь подфтулок разбито, здесь быстросем все разбито было. Здесь пальцы я наварил, ковшевые. Что, много разговаривать, лучше показать. Помните, как у нас все болталось, да? Вот, от всей силы. Не то, что и не вверх, и вот так. Как говорится, все познается в сравнении. Не люфты вообще, друзья. Восстановил все, как я знаю, с практики. Работать все это дело будет. Так скажем, специального станка для восстановления отверстия у меня нету. Наварочно-растошной станок, такого нету. Я сделал по-другому. Работать будет. Естественно, не будет так долго, как новый быстросем. Так долго не будет, но и работать будет. Потом данную работу можно будет сделать повторно. Все это дело у нас работает. И, как говорится, можно все это восстановить своими руками. На этом, друзья, все. Я с вами прощаюсь. С вами был я, Королю Владимир. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, либо дизлайк. Оставляйте комментарии. Делитесь своим опытом. Давайте делать этот мир лучше. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok